В Госдуме предложили ужесточить наказание за коррупцию. Срок тюремного заключения предлагается увеличить до 3-4 лет. Поправки вносятся в статьи Уголовного кодекса, которые касаются злоупотребления полномочиями, коммерческого подкупа, дачи и получения взятки. Предлагается дополнить их новыми понятиями, под которые попадают случаи, когда чиновник, используя служебные полномочия, помогает бизнесу, своих родственников и другие. Госдума одобрила в первом чтении курортный сбор. Его максимальная такса не должна превышать 100 рублей в день с одного туриста. Однако итоговые тарифы установят региональные власти. Пока курортный сбор вводится в четырех пилотных регионах – Крыму, Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях. Здесь взимать плату с туристов начнут с 1 января 2018 года. В Татарстане на благотворительной основе установят более 10 тысяч пожарных извещателей. Их разместят в многодетных семьях с пятью и более несовершеннолетними детьми, а также в домах и квартирах, в которых проживают инвалиды, обслуживаемые соцработниками на дому. Монтаж противопожарных приборов планируется завершить к 15 июля. В российских вузах появится специальность управления предприятиями территории опережающего развития. Новая программа направлена на подготовку менеджеров для организации деятельности предприятий в рамках ТОР. Набор на новую специальность уже стартовал в Государственном университете управления. Напомню, в Татарстане территорией опережающего развития стали набережные Челны. Ильнур Закарин завоевал титул чемпиона России среди мужчин. Соревнования по велоспорту на шоссе прошли в Воронеже. Спортсмены состязались в гонке с раздельным стартом на дистанции 40,3 километра. Воспитанник челнинской школы Ярчулы завоевал золотую медаль с результатом 49 минут 38 секунд.